ОМТВ ЮЭЙ, ПРО ГОЛОВНЕ Хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются. В результате удара по Донецкой области погибли шесть северокорейских офицеров, заявляет СМИ. Как сообщили источники Киевпост в разведке, всего погибло более 20 солдат, в том числе шесть офицеров из Северной Кореи, приехавших на совещание с российскими оккупантами. Еще трое северокорейских военнослужащих получили ранения. Издание пишет, что по сообщениям из российских соцсетей, перед ракетным ударом россияне демонстрировали представителям КНДР подготовку личного состава к штурмовым действиям и обороне. Ноль. Все только в минус пошло. Нам нужен прорыв. Нам необходим настоящий прорыв. Прорыв. Мы можем это сделать. 30 сентября 2024 год. На улице дождичек. И у нас дождичек. Арсенал уверяет, что все отремонтировали. На собрании даже целую экипу бумаг принесли. Вот их ремонт. Это уже прорыв или пока только рывок. Столица золота алмазного края Якутск. В доме, где живет порядка 500 человек, крышу не могут починить с 2018 года. Косметический ремонт там не делался около 23 лет. Вместо того, чтобы построить своим людям нормальное жилье, россияне разрушают украинские города. Так это еще и не ливень. А представляете, что будет, когда пойдет такой конкретный ливень. Ну, ливень. Сильный дождичек. Вот оно. Их ремонт. При чем здесь Россия-то? Внимание! Мгновенное получение более 1 миллиона рублей. Можно отремонтировать крышу, балкон, вставить все окна. И еще останутся деньги съездить в Крым. Отправьте вашего мужа, сына, внука служить родине. В Тверской области увеличили единовременную выплату для тех, кто заключает контракт о прохождении военной службы. Теперь региональная выплата составит 815 тысяч рублей. Учитывая федеральную выплату, с 10 июля 2024 года военнослужащие из Тверской области будут получать при заключении контракта 1 миллион 10 тысяч рублей. В регионе также действуют дополнительные меры поддержки для участников СВО и их семей. За помощью и консультациями можно обратиться в региональный филиал фонда «Защитники Отечества». Отличный лайфхак! Если у вас течет крыша, езжайте убивать украинцев, вам денег дадут, и вы сможете отремонтировать крышу. Ну а если вам оторвет голову, то никакая крыша вам не поможет. Смешно. Террористы из Талибана прибыли в Москву на переговоры в рамках международной конференции по Афганистану. Во встрече принимают участие представители и других стран. Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Индия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Глава ФСБ Бортников уже заявил, что процесс исключения Талибана из списка террористических организаций близок к завершению. Ну, все правильно. Одни террористы исключают других террористов из списков террористов. Вот потому что... Ну, потому что... Потому что потому... Тем временем в Госдуме все не знают, как заставить женщин рожать. Пряник, видимо, не работает. В дело идет кнут. Депутат Гурулев призвал ввести налог на бездетность. Ну, я сегодня понимаю, что если ввести налог на бездетность, вы вполне эти деньги, те, кто не хочет, я извиняюсь, иметь детей, да, пустить на тех детей, которые еще ни на что остались без родителей. То есть сначала Гурулев лишает детей отцов, отправляет тех на войну, а потом заявляет, что платить этим детям должны те, у кого детей нет. Логика железная, как у всех бездарных чиновников. Лучше бы ввели налог на тупость, Гурулев был бы одним из первых в списке на оплату. Еще одна противница Child Free, бездетная Екатерина Мизулина, обиделась на вопрос журналистки о детях и пожаловалась правоохранителям. На встрече со школьниками и студентами в Челябинске журналистка местного издания поинтересовалась, почему у выступающей за традиционные ценности и против Child Free чиновницы нет детей. Мизулина заявила, что не обсуждает личную жизнь, хотя при этом зачем-то лезет в чужие. А после этого попросила пробить любопытную журналистку по базам. Сотрудники сфоткали у девушки паспорт и задали ей вопросы о ее друзьях. Посмотрите, как выглядит районная больница в селе Вязники Владимирской области. Полуразрушенные стены, облезла штукатурка, неприятный запах, тараканы, мыши. Местные жители шутят, что они изо всех сил стараются выздороветь, чтобы поскорее убраться оттуда. Ну, в целом, картина жуткая, конечно. При этом власти предпочитают тратить деньги на войну, а не на здравоохранение. А потом удивляются, почему же никто детей заводить не хочет. Ну, чушь какая-то. В Молдове заблокировали доступ к десяткам российских сайтов, включая Рутуб, Яндекс и Дзен. Такое решение приняла служба информации и безопасности страны. Сообщается, что заблокированные ресурсы были связаны с раскрытой ранее поддерживаемой Россией операцией, целью которой было повлиять на предстоящий референдум по евроинтеграции страны. Он состоится 20 октября одновременно с президентскими выборами. Власти страны заявляют, что в российской операции тем или иным образом задействованы 130 тысяч граждан Молдовы. Начальник национальной полиции сообщил, что за сентябрь активистам, связанным с избирательным блоком осужденного за мошенничество прокремлевского олигарха Илона Шора, было переведено из России 15 миллионов долларов на оплату деструктивной деятельности под дезинформацией избирателей и провокацией. Выяснилось, что... Что касается плана победы, можно с уверенностью сказать, что это план превращения войны локальной в войну, глобальную войну между Россией и НАТО. В плане есть пятый секретный пункт, который Украина озвучит только после войны. Речь, вероятно, о взыскании репараций с Россией. Хотят возобновления контактов с Москвой по вопросу реального восстановления мира.